Стремительный рост числа заболевших корью в Одесской области вызвал крайнюю обеспокоенность медиков. Оперативную официальную информацию о распространении инфекционного заболевания предоставила врач-педиатр высшей категории Евгения Красовская. Да, действительно, заболеваемость корью значительно с начала года увеличилась. И эту информацию официально нам было объявлено на оперативном совещании 18 мая 2017 года, которое было проведено вчера в областной больнице с ведущими специалистами департамента, с ведущими эпидемиологами. В настоящее время по Одесской области зарегистрировано 101 случай кори. Из них 71 ребенок госпитализирован, 25 случаев осложнились острой пневмонией, 33 ребенка в настоящее время находятся в инфекционной больнице города Одессы и в 48 случаях диагноз подтвержден вирусологически. Корь считается детским инфекционным заболеванием, но заразиться ею может и взрослый человек вплоть до 50 лет. Болезнь является очень контагиозной и вся опасность в том, что начинается корь с обычных катаральных проявлений. Это насморк, это кашель, который сухой, надрывный, это повышение температуры. И, конечно, за первые 4-5 дней от начала заболевания распознать корь невозможно. А про корь мы начинаем думать тогда, когда появляется сыпь. Сыпь типичная при коре. Это большие пятна и папулы, которые появляются вначале на лице, потом спускаются на туловище и на третьи сутки могут распространиться на конечности. Сыпь, это называется этапность высыпаний. И сыпь склонна к изменению, к пигментации. То есть, если на третьи сутки мы уже можем видеть на лице не ярко-красную сливную сыпь, а слегка пигментированную. К сожалению, еще раз повторяю, что это заболевание чаще протекает с высокой температурой, которая имеет двугорбый характер. То есть, с момента появления сыпи состояние вновь ухудшается, повышается температура до 40 градусов, усиливается катаральное проявление. И детям чувствует себя крайне тяжело. По данным ЮНИСЕФ, в течение года корь уносит жизни в мире десятков тысяч детей. Она бывает очень тяжелая. И госпитализации подлежат дети с тяжелыми формами. Вообще-то корью можно болеть и дома при соблюдении определенных мероприятий симптоматического лечения под контролем врача. Но тяжелые формы, осложненные, конечно, подлежат лечению только в стационаре. Инкубационный период кори составляет от 7 до 19 дней. Основная причина заражения – контакт с больными. Именно таким образом этой весной корь попала в Черноморск. У нас в Ильчевске три случая кори, один из которых является уже версологически подтвержденным. Дети находились в областной больнице, в пульмонологическом отделении на лечение. И это было в конце апреля. Туда поступили дети с катаральными проявлениями, с сильным кашлем из района, которым через пару дней с момента появления сыпи был выставлен диагноз кори, которые, конечно, сразу были госпитализированы в инфекционную больницу, но они успели заразить большое количество детей и большое количество в том числе и сотрудников. Поэтому честь и хвала родителям, которые очень четко при возникновении у своего ребенка через две недели симптомов кашля, насморка, сразу сказали участковому врачу, что мы проконтактировали с корью. Конечно же, сыпь появилась на пятый день. Конечно же, притекалось заболевание крайне тяжело. Вы знаете, я смотрела этого ребенка, это было в течение 15 минут. Это был беспрерывный кашель, а кашель-то я слышала 15 минут, а у ребенка-то он был больше недели. Температура до 40, изолированный, со светобоязнью, с конъюнтивитом, с вот этим вот надрывным кашлем, с полностью сливной красной сыпи на личике. Диагноз вирусологический у ребенка подтвержден. То есть мы имеем коль, там семья повела себя крайне правильно. Были изолированы родственники, двоюродные братики, сестрички. Мы очень надеемся, что благодаря правильному поведению родителей не пойдет дальше распространение этой болезни, вот конкретно от этого ребенка. Случаи заболеваний корью в Черноморске зафиксированы у непривитых детей. По словам медиков, именно вакцинация является колоссальной защитой от вероятности заболеть корью. Непривитые дети действительно болеют крайне редко, но они тоже могут заболеть, потому что иммунитет индивидуально вырабатывается. На прививку, которая положена в годик, вырабатывается достаточно иммунитет, который подтверждается повторной прививкой в 6 лет. Дети 2011 года рождения, то есть которым на протяжении года должно исполниться 6 лет, все равно должны быть привиты, не достигая 6-летнего возраста в течение месяца. Мы активно будем этим заниматься и приглашать родителей для того, чтобы вовремя были сделаны вот эти вот по экстренным мерам прививки. Кроме этого, если ребенок был в контакте с корью, и это подтверждено, то в течение 72 часов, если ему будет сделана прививка, это тоже защитит его от заболевания. Вакцин у нас в Ильичевске полностью достаточно для того, чтобы провести все нужные мероприятия по вакцинации и ревакцинации детей. Если ребенок не вакцинирован раньше, то ему делается прививка и взрослому, вплоть до 35-летнего возраста. Медработники настоятельно рекомендуют родителям позаботиться о защите детей от опасного инфекционного заболевания. В прививочном кабинете детской поликлиники Черноморска хранится необходимый запас сертифицированной вакцины против кори. За эту неделю очень хорошо детки идут на прививки, делают положительно, мамы приходят довольны. Перед прививкой мамочка с ребенком идет к доктору, доктор делает осмотр, пишет разрешение в карточке, приходит к нам в кабинет. Мы осматриваем карточку, делаем прививочку. Делается прививочка плечика подкожно. Прививка не болезненная, переносится детками хорошо. Врачи еще раз акцентируют внимание на том, что многое в предотвращении распространения инфекционных заболеваний зависит не только от медиков, но и от жителей города. Максимальные мероприятия, которые помогут нам избежать эпидемии кори в Ильичевске, зависит непосредственно от населения. То есть, если ребенок не вакцинирован, обязательно нужно его вакцинировать. Если ребенку исполняется 6 лет в 2017 году, в декабре, в ноябре он может быть вакцинирован и должен быть вакцинирован именно сейчас. И мы готовы это сделать. Вакцины достаточно. Очень хочется, чтобы услышали, очень хочется, чтобы прониклись и чтобы помогли избежать вспышки кори в нашем городе. Обо всех случаях контактов с заболевшими корью доктора просят сообщать в поликлинику. При первых признаках простудных заболеваний, сопровождающихся высокой температурой, также следует обратиться к врачам.